И всем ха, вы на канале Мэтт, вы всем лучшие ребята, всем привет, и в сегодняшнем видеоролике я буду снимать игру под названием Факторио. Да, я изначально хотел снимать The Forest или Rust, пишите в комментариях, хотите ли вы видеть эту игру, ну а пока вместе я решил отойти от принципов и снять игру Факторио, да, ребята, это песочница, можно так сказать, да, там где вы можете построить всё, что хотите, всё, что душа пожелает, ну и сейчас я буду показывать вам, что это, собственно, наша игра. Так, нажимаем новую, нет, кампанию мы не будем проходить, просто новую игру, богатые ресурсами, но это лично для меня, потому что я такой человек, который любит побольше ресурсов, да. Это можно, ну, обычно настройки ресурсов, как вы хотите, вообще как вам понравится, так расставлять, ну, можно по умолчанию, враги никогда не нападают, продвинутые настройки тут, собственно, лучше ничего не трогать, да. Да, ребят, я с обиду вам ничего в этих настройках, лучше не трогать, мало ли там. Ну, а это уже настройки вы можете менять, это касательно ресурсов. Ну, тут единственное, что можно ополазить, это вражеские базы, ну, поставить поменьше, поскольку враги могут часто довольно-таки нападать. Ну, что мы первое сделаем, это общие настройки и по умолчанию. Всё, ребят, пока меня загрузится, и мы начнём. Я пока меня на паузу поставлю, а для вас это будет 3 секунды. Раз, два, три. И, да, ребят, вот всё у нас, да, и я загрузился. А, точно забыл неправо по умолчанию мыши ходить. Да, ребят, поначалу может казаться игра, ну, не сильно графонистая, да, типа говно, вас изнасиловали у глаза или типа того, но нет, ребят, на самом деле, игра, да, довольно-таки классная, очень интересная. Да, графоном она, конечно, не сильно блистает, но это неважно. Первое, что нам нужно в этой игре сделать, это добыть хотя бы изначальные ресурсы. Нам даются со старта, это пластины железные и медные пластины. Сейчас немножко осталось, угля немножко добудем, и всё будет нормально. Можно строить уже первую печку. Так, на Е у нас открывается меню, строим печку. Да, вот первая наша печечка. Нужно сделать буры. Вот, на один бур у нас хватает, второй у нас железа нет. Ставим раз и добываем железо. А, в принципе, раз-раз. И опять же, уголь. Уголь на угле у нас, в принципе, вся игра состоит. Да, ребят, чтобы вы не думали, что игра однотипная или всё такое, на этом весь, все крафты заканчиваются в этой игре. Нет, ребят, вы очень ошибаетесь, если вы об этом подумали. Тут есть ядерная энергетика, ядерная энергоструктура полная. Тут не просто так вы ядерный завод построили, нет. Тут целая система, ребят. Куча военной техники. В игре предусмотрен мультиплеер. Да, в мультиплеере очень, ребят, классно играть. Я уже пробовал. Есть транспорт, танк, тяжёлый транспорт. Есть различные турели, дроны, которые вам помогать будут в бою или будут вам ресурсы, тащите. Ядерное оружие. Ну и концовка, это ракетная шахта. Я надеюсь, ребят, мы дойдём с вами до концовки и пройдём эту игру полностью. Я никогда не проходил игру. Даже, ребят, в мультиплеере я доходил до, уже до ядерной энергетики, но потом что-то пошло не так, ну и как-то не получилось, да, ребят. Как-то люди разошлись и, ну, короче, вот так вот и получилось, да. Что уже люди пропали и не с кем было. Ну ладно, ребят, создаём дальше, так, точнее, да, создаём железную пластину, всё правильно. Так, давайте мы не будем заморачиваться просто, да, вот, вот так поставим и всё. И наши проблемы уходят. Просто поставим на выход, видите, тут такая маленькая стрелочка, и она сразу ложится в печку. Так, нам нужно сегодня дойти до первой электроники, но электронику мы будем устанавливать, пожалуй, в следующей серии. Или, ну, в этой серии мы установим только помпу. Эм, так, сразу покажу помпу, паровой двигатель, бойлер, вот. Ну, это-то помпа, я буду, насос-помпа, ребят, без разницы, реально, что-то без разницы. Так, теперь нам нужен уголь. Давай, быстрее, быстрее, быстрее. Так, уголь. Да, и там, и там везде уголь закончится, ребят, вообще, везде уже. Там, так, вот так, всё. А теперь здесь должен быть уголь, вот так, вот. Да, и уголя, конечно, оно будет много жрать, но с этим мы сейчас справимся. Так, сейчас, да, слегка ещё положится, да. Ну, тут, видите, тут уже нормально окупает себя, нормально всё работает. Так, один уголь остался, вот, последнее. Ну, и тут уже три добылась, и уже всё у нас, ребят, у нас уже может нормально всё работать, без остановочек или всего. Ну, сейчас, ребят, добуду немножко ресурсов, и мы продолжим играть. На счёт три. Раз, два, три. Вот, ребят, всё, я уже все ресурсы нужные добыл, уже всё попереплавил, уже даже, знаете, я уже убрал, у меня тут бесконечный двигатель стоял, типа, ну, я думаю, вы понимаете, как. Просто выходом до этого поставить, и у нас будет это работать, и постачать до этого, ну, и будет ещё уголь больше, больше и больше добываться. Так, мы сейчас уберём, у нас кирка уже сломалась, я камень добывал, так, делаем кирку, и вот, ребят, всё, мы можем переходить уже к первому электричеству, нажимаем на «Э», делаем бойлер, паровой двигатель, насос, ну, электростолбы я уже сделал. Электростолбы, вообще, они недорого стоят, просто дерево и медный провод. А, в общем, количество получается, одно дерево и медь. Медь добывал вот здесь, ну, я убрал, поскольку пришлось печку то туда, то туда, так сказать, ну, добыл, вот, нормально. Постоял пару минут, и вот, да, везде уже уголь закончился, да, здесь и здесь. Что с такое? 19 раз, нормально. Так, ставим вот здесь наш насос, потом, если не ошибаюсь, бойлер. Так, развернуть, вот, «Р». Да, ребят, надо, нет, надо слегка поменять расположение насоса, вот. Вот, так, всё, и будет нормально, да, так, паровой двигатель, ставим электричество, подводим к рудам. Ну, думаю, так будет нормально, да, в принципе, если я разверну, да, я это делаю, чтобы можно было потом буры ставить. Ну, и тут отведём две сет, две ветки, так, раз и два, на уголь и на меди. Всё, ребят, да, мы пока миссия-то построили, но можно, в принципе, один бур сделать. Так, ой, нет, 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 что я сделал? Вот так, всё. Раз, давай. Вот он, наш бур, отлично. Смотрите, как он работает, вот, нам нужно, например, железо, мы ставим сюда ящик, один, ну, и сюда второй, на всякий случай, просто поставим. Заправляем топливом, вот, ребят, начал паровый двигатель работать, и наш бур добывает вот сюда наши ресурсы. Он намного быстрее работает, чем вот эти буры, их можно сразу же убирать, они уже не нужны. Так, вот, видите, насколько быстро добывает, и ещё тут можно модули на скорость поставить, да, ребят? Также он требует электричества, написано, но пока мы все хорошо с электричеством, да, хватает, поскольку одна постройка работает. Ну, давайте вот, сделаем сразу то же, чтобы переплавлялось, вот так. Вот, всё, ещё 20, и будет нормально, всё, ребят. И давайте на подконцовочку сделаем, вот. Электрический манипулятор. Сейчас я вам покажу, что это такое. Например, мы ставим вот сюда, да, вы уже увидели, да. Вот ставим сюда ящичек, ставим этот манипулятор, он работает в радиусе действия электростолбов, и он перелаживает наши ресурсы, да, вот, вот сюда. И вот так мы можем просто ходить, сундук забирать. Это, в принципе, удобно, да, сразу в один сундук, или можно на конвейер, или всё переправлять в одну точку. Это удобно тем, что скоро у нас будет база, ну, примерно, вот, как я расширил карту, вот, примерно на всю эту карту. И нам достаточно будет неудобно ходить от одной точки к другой и кучу раз. Можно, конечно, на поезде, да, ребят, тут поезде есть, тут целая система, чтобы вы не подумали, что я набрал. Вот, поезды, поездостроение, да. Так, ну, это логистику, нам надо и предстоит много чего изучить. Жидкости, вот, например, у нас есть нафта, её тоже добывать, нефть можно. Ну, всё, ребят, пожалуй, мы на этом закончим. Да, ещё 10 железка. А мы можем ещё один бурзил? Да, можем ещё пару ручку, раз-два. Сразу же на серию подготовлю, да, вот так будет на следующую серию. Мы уже на следующей серии займёмся тем, что будем добывать уголь и медь в больших масштабах. Ну, всё, ребята, а с вами был Мэйдвизэмлджи, всем спасибо за просмотры. Да, ребят, я хотел ещё вас спросить, как вам шапка канала? Да, всё, это единственный вопрос, то, что меня интересовал. Ну, всё, ребят, всем спасибо за просмотры, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии, пишите свои идеи в комментариях, да, я обязательно буду отвечать на ваши комментарии. Ну, а с вами был я, Мэйдвизэмлджи, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok